Всем привет! Ну что же, гость, которого, оказывается, ждали просто как никого другого. Ну, конечно же, сразу же Жук, свинин, фэмили уже здесь. Это прекрасно. Очень здорово, на самом деле, то, что такое количество фан-клубов, фан-страниц постоянно мне пишут, просят позвать любимого спортсмена, за которого они болеют. Мне кажется, это безумно ценно, безумно приятно, в первую очередь для спортсменов. Ну и, конечно, правда, большой вам поклон за то, что вы делаете, потому что это действительно работа, это работа, которую мы ценим, мы, спортсмены, ценим, правда. Безумно, конечно же, приятно получать также от вас супер много комментариев, обратные связи. Я неустанно буду это повторять, потому что это действительно очень-очень-очень приятно. Особенно, когда люди пишут, что, Лина, почему, куда вы пропали, где эфиры, что будет ли будет. Всё будет. Дело в том, что сейчас очень такие напряжённые, усердные денёчки, лично у меня, и также, да, не будем забывать о том, что, наконец-то, спортсмены вышли на лёд, поэтому их график также расписан. Напоминаю, свои вопросы вы можете оставлять, нажав на иконку вопросительного знака, который есть внизу. Я вижу, кто-то уже это сделал, это здорово. Для тех, у кого нет такой функции, я знаю, что, оказывается, есть такие люди. К сожалению, ничего не могу с этим сделать. Думаю, стоит обновить Инстаграм. Пишите, пишите в комментариях свои вопросы. Всё равно постараемся по возможности не пропустить интересный и зачитать его в прямом эфире. Всем-всем-всем добрый вечер. Я думаю, Ваня скоро уже подключится. Напоминаю для всех тех, кто не знает, с кем я веду сегодняшний эфир. Это Иван Букин и в паре с Александрой Степановой. Они серебряные призёры чемпионата Европы. Также бронзовые призёры чемпионата Европы 15-18-го годов. Трёхкратные серебряные призёры чемпионата России последних лет. Очень-очень приятно. Ваня, я тебя вижу. Добавляю. Надеюсь, со звуком проблем у нас сегодня не будет. С интернетом тоже. Да, Ваня, приходи. Вот уже все ждут, все ждут. И я тоже. Привет! Привет, Ваня! Я рада тебя видеть. Я тоже рад. Я рад видеть всех тебя. Ваня просто самый светлый человек, мне кажется, из тех, кто пока подключался за всё это время. Спасибо большое. Сразу чувствуется вот этот напор от тебя, эмоции. Всем привет! Как у тебя дела? У меня... Боже мой, это первый раз у меня... У меня всё прекрасно! У меня всё хорошо. Спасибо. Ты как поживаешь? Ты как? Как у тебя дела? Ой, нормально. Мы в работе, в работе. Так что чуть-чуть я уставший. Если что, я такой буду немного такой вяленький. Так что простите сразу. А так всё отлично. Готовимся к прокатам. Да, вот я хотела, кстати, поговорить насчёт этого, конечно, обязательно. Но для начала расскажи вообще, как проходят тренировки после окончания, ну, ослабления карантина, скажем так. Как ваши первые шаги на льду? Как это происходило? Рассказывайте. Ой, на самом деле мы, конечно, очень ждали. Это очень долго всё как-то было непонятно. А потом решилось, я не знаю, но, наверное, в один день мы взяли и нам сказали, что всё, вы заезжаете в Новогорск. И мы в один день собрали шмотки и уже были в Новогорске. Конечно, там нам пришлось посидеть, пока мы ждали тест. Но, слава богу, всё у нас в порядке, всё хорошо. Мы прошли, вышли. И, на самом деле, к моему удивлению, я не забыл, как кататься. То есть я вышел такой, думаю, ну, в принципе, как будто две недельки, да, не катался. А так я не почувствовал какой-то такой... Такие профессионалы, как ты, такие профессионалы, как ты, не могут. Нет, на самом деле, просто для меня это было прям удивлением. Я-то думал, что всё, я разучился уже, я даже подсечки не сделал. А всё, всё как-то было очень даже плавненько, мы вошли, вот. Ну, и потом мы полтора месяца были в Новогорске, пока вот у нас каток не открывался. И вот сейчас мы уже в Москве, всё, мы работаем в мечте, всё хорошо. Ну, ты вот говоришь, что ты, в принципе, очень быстро втянулся. Да, а как, Саша, что насчёт неё? Как для неё это проходило? Слушай, ну, мне кажется, что мы как-то не особо прям почувствовали, что это было три месяца, понимаешь? Как на самом деле это было. То есть всё это достаточно быстро мы вошли в форму. Ну, то есть в форму как форму. Вошли там, как можно уже и в паре проехаться на третий день, там, знаешь? У меня зарядочка сейчас. Всё нормально. Я не знаю, что здесь у меня зарядка садится и я что-то не расслабила. Ничего, ничего страшного. Слушай, а мне Настя Скопцова рассказывала историю о том, что действительно, ну, и был такой слух, что хоккейная команда заразилась и тем не менее всё равно находилась на тренировочной базе. Если честно, я этого не знаю, потому что, видимо, мы уже уехали. Потому что когда приехала хоккейная команда, мы уже уезжали. Мы с ними поработали, наверное, я тебе скажу, ну, дня три-четыре, наверное. То есть они как раз под тот момент, когда мы уезжали, они заехали. Ну, я честно не могу. Бог отбил. Потому что там мы не могли не выйти, ничего. Мы сидели дома. Ну, в Новогорске, в номер. Тем не менее, тем не менее, Вань, мне кажется, ваши совместные с Сашей тренировки смотрел, по-моему, просто весь мир фигурного катания. Это невозможно было пропустить. Если честно, мы так были рады, что такой получился отклик. На самом деле, это всё произошло. Как бы мы там с моим хорошим другом придумали челлендж, что-то выложили. И как-то так получилось, что решили сделать прямой эфир и провести для всех тренировку. И как-то так это всё, видимо, люди, я не знаю, ну, как-то им понравилось. И мы решили, что надо хотя бы два раза в недельку и самим поддерживать форму, знаешь. И приятно пообщаться со своими болельщиками с разных стран. Это очень крутой опыт. Очень крутой. Не знаю, я каждую тренировку после, когда мы заканчивали, я говорил, ну, это было здорово. Потому что реально ощущение какого-то вот такого единства со своими, с поклонниками, с любящими просто людьми фигурное катание. И это было очень здорово. Ну, знаешь, Вань, хочу тебе вот сказать, что все гениальные идеи, да, они рождаются спонтанно. Вот я что про себя как бы много говорить не буду, да, но вот эти эфиры с фигуристами, они тоже как-то вот... Слушай, это реально крутая идея, потому что я много смотрел, мне нравится, как ты делаешь, и это здорово, реально. Спасибо, Вань, мне безумно приятно. Но сегодня все-таки про тебя, про вас, про вашу пару. В начале сентября в Дворце спорта Мегаспорт пройдут открытые контрольные прокаты, да. Расскажи, пожалуйста, о вашей готовности. Безусловно, всех фанатов интересуют новые постановки. Если, возможно, какие-то новые фишки, которые вы внедрили, потому что, ну, твизлы в положении пистолетик, это, конечно, выше пилота. Спасибо большое. Ну, а мы уже начинаем как бы входить в форму, то есть уже осталось очень быстро, ну, то есть очень мало времени, три недели всего лишь, так что мы, наверное, на следующей неделе уже будем прокатывать, и все, я думаю, даже, да, наверное, уже на следующей неделе точно будем прокатывать, будем, ну, три недельки попрокатываем, я надеюсь, что мы хотя бы так освежимся, потому что уже соскучились, если честно. По короткому я, не знаю, расстрою, обрадую, но мы оставили старый, вот, его немножко модернизировали, переделывали, чуть-чуть там добавили новые, убрали такие неудобные моменты, сделали их более гладкими, вот. Вот, а произвольно я не могу сказать. Господи, ну, хоть кто-нибудь, не могу сказать, потому что, ну, вот так, я думаю, что через не так много времени осталось, вы сами все увидите, но я надеюсь, что он понравится, потому что мы старались, мы ставили. Мне кажется, это что-то новое, интересное для нас, для нас, это немножко другое от нас, от нашего стиля. А кто был постановщиком? Давай хотя бы так, кто был постановщиком? Ирина Владимировна ставила. А, ну, то есть, как бы, да. Да, ну, потому что, как бы, в прошлом году Ирина Владимировна ставила, и произвольная получилась реально крутая, мы соскучились. Да, сто процентов, сто процентов. Да, мы соскучились по постановкам, Ирина Владимировна, и в этом году мы не стали отходить от традиции уже, не знаю, и решили, что тоже поставим. Ну, мне кажется, что будет интересно. Я надеюсь, что будет интересно. Ну, ждем, правда, ждем. Я тоже, я тоже надеюсь. Вот кто-то пишет, программа от Ирины Владимировны всегда шедевры. Это действительно так? Это да. Не знаю, вы смотритесь суперорганично во всех своих постановках, и на это приятно смотреть, и хочется пересматривать. Спасибо большое. Мне кажется, это очень важно. Да, потому что, когда, да, первое впечатление произведено, дальше уже сложно цеплять зрителя, но вот так вот по ходу всего сезона, ну, я смотрела всегда не отрываясь, честно. Спасибо большое. Ну, особенно короткий танец, о котором мы поговорим позже, там, сам понимаешь, сам понимаешь, да. Да, непосредственно о тебе. Ни для кого не секрет, что ты сын известного фигуриста, да, это никто не скрывает, это все очевидные вещи. Вот все ли располагало к тому, чтобы ты шел по стопам отца, или же ты пробовал свои силы в других видах спорта, или, по крайней мере, хотел попробовать? Если вообще, ну, родители у меня часто разъезжали, они уезжали на такие, как бы, очень большие сроки, на полгода, там, на три месяца, и я оставался с бабушкой, вот. И я помню, что я занимался плаванием и фигурным катанием, и мне очень нравилось плавание, я любил, я там, я, как бы, должен был по возрасту находиться, не знаю, там, как эта группа уже называется, но, грубо говоря, младшая группа. Я так хорошо плавал и так любил это делать, что меня уже в этом возрасте перевели в старшую группу, и я, как бы, уже такой был, вроде бы, младший среди старших, который круто плавает, и мне это очень нравилось, и папе очень нравилось, и, как бы, всем нравилось плавание. Вот, но бабушка у нас была очень строгая, и она сказала, Вае будет заниматься фигурным катанием. А я не любил фигурное катание, вот честно скажу, в детстве меня выпинывали просто на лёд, а такие были условия ещё, мне надо было ходить в школу, а лёд до школы начинался где-то в 6.30 утра. Ну, это классика, это классика, да. Да, зимой, когда просто метель, я, бабушка идёт, меня тащит за руку, я там реву, не хочу, кошмар. А плавание было после, когда можно было в хайп поплавать, там. Заманчиво, заманчиво, конечно, да. Вот, и, ну, и как-то вот бабушка сказала, всё, фигурист, ну, и в итоге вот уже... Слушай, ну, бабушка не прогадала, бабушка, по-моему, всё сделала правильно. Да, да. Да, вот это тот момент, когда надо настоять на своём, и всё, и все присели и сказали. Да, ты была права. Ну, слушай, на самом деле, очень часто слышу такие истории, что именно бабушка являлась инициатором, да, занятий спортом, поэтому ей, наверное, отдельный поклон, респект, потому что... Да, это точно, респект. Получился, получился вот такой замечательный-замечательный спортсмен. Вань, путь ваш с Сашей, ну, ещё с юниорских времён, да, наверное, нельзя назвать лёгким. Скажем так, был непростым. Вы никогда не были, мне кажется, вот лично мне кажется, вы никогда не были той пары, да, которой всё давалось легко. Это ни в коем случае, ни в каком-то, да, там... Нет, я понял. Да, ни в коем случае, ни в каком-то отрицательном ключе. Вот оглядываясь назад, да, и возвращаясь к нашим дням, как ты сам лично можешь описать ваш путь в спорте? Ну, я думаю, что он тернистый, наверное. Так. Ну, я бы, если честно, вот честно, я бы ничего не хотел менять, потому что у опыта набралось колоссальное количество, и каждая ошибка, каждое какое-то препятствие и так далее, что было на пути у нас, это... Ну, во-первых, это хорошо нас сплотило вдвоём, мы хорошие друзья, мы хорошие партнёры, вот. Это... Это очень... Это сложный путь, но он и в то же время очень крутой путь, потому что я, честно, я бы ничего не поменял, я бы прошёл его ещё раз. Конечно, какие-то бывают такие моменты, когда ты задумываешься и устаёшь от того, какие были трудности, ты понимаешь, сколько ты прошёл, сколько... Чего не получилось, сколько получилось, и честно, сейчас, мне кажется, мы на том месте, где мы есть, и вообще никаких претензий, ничего, только вперёд. Мы ещё молоды, ну как, молоды, просто душой молоды. Душой и телом, конечно. Да, телом-то уже, может, и не очень, но душой точно, молоды, вот. Конечно, эта ситуация с пандемией немножко тоже выбивает, потому что ничего непонятно, как всё происходит, резко всё меняется, потом вроде бы всё восстанавливается, потом опять что-то, мы, если честно, в таком подвешенном состоянии находились, конечно, очень боялись, что что-то не будет, но, слава богу, хоть как-то слепили, что... Ну да, я думаю, что всё потихонечку уже восстанавливается. Конечно, ну, понятное дело, будут сдвиги, да, будут какие-то изменения внедрены, но, тем не менее, я думаю, что всё равно, знаешь, это как шоу должно продолжаться, и думаю, что всё будет круто. Да, да, да. Немножко необычный вопрос, не знаю, как ты его воспримешь, но никакое, никакое, да? Хорошо, хорошо. Ничего, ничего. Но вот чувствуешь ли ты, что твоя фамилия помогает вам на стартах, или наоборот, это вот чрезмерная ответственность, которую при другом раскладе, да, ты бы, может быть, возлагать на себя не хотел? Ну, я честно скажу, что, наверное, как бы она обязывает, то есть, ну, у меня есть какое-то ответственность за эту фамилию, вот, но мы ещё в детстве, ну, я помню этот разговор очень хорошо с моим отцом, и он был прям вот чёткий, который я вот могу дословно сказать, мы решили, что я иду своим путём, никак, вот папа сказал, что ты должен пройти свой путь без помощи и чего-то ещё, ты должен просто пройти свой путь, потому что это очень важная часть взросления и опыта, который ты получишь, и с этим тебе будет гораздо легче жить дальше. И я решил, что реально я, может быть, и Букин младший, но у меня свой путь и свои какие-то, я не знаю, свои дороги, свои направления. Свои трудности. Сейчас, да, сейчас я не думаю, что для меня это какая-то ответственность, я горжусь своим отцом, но стараюсь идти своей дорогой. Ну, я думаю, что ты ни в коем разе его не подводишь, честно, это ни в коем случае, да, не какая-то, знаешь, просто хвала, и вот, пожалуйста, Ваня, ты такой умничка, ты такой молдишь, нет, ну, правда, действительно. Там вот кто-то написал вопрос, кто в вашей паре лидер? Мне кажется, это хороший вопрос. Давай честно. Нет, ну, честно, я сейчас задумался, потому что, ну, я не могу прям так выделить кого-то, но... Ну, давай так, за кем последнее слово, не считая тренеров? Когда как, вот так я могу сказать, то есть иногда, как бы, я более уверена, иногда у вас, Саня, более уверена, то есть, ну, тут вот так, то есть нет такого, чтобы... Ну, то есть у вас равноправие такое, да? Я не могу, это тяжелый, реальный вопрос, я сейчас пытаюсь... Да, 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 интересный, кстати. Ну, я думаю, что все-таки у нас такое 60 на 40, Саша более сейчас как-то, как это правильно сказать? Гнет свое мнение. Более импульсивное, да, чем я, то есть я такой сейчас более спокойный, я на... хотя, не знаю. Ну, давай так, 60 на 40, Саша, ну, понял, вот так, 60 на 40. Ну, я говорю, люди сейчас просто, знаешь, обалдели такие, что они поменялись местами, не может этого быть, это же обычно Ваня вечно такой на позитиве, а Саша более спокойный. Видите, что на самом деле происходит за кулисами? Так что не верьте, не верьте всему, что вы видите на соревнованиях, потому что это уже готовая картинка. Ваша пара трижды, трижды, да, становилась серебряными призерами чемпионата России. Вань, ну, когда будет золото? Это такой, как бы, знаешь, вопрос, я не знаю, как на него правильно ответить, но я скажу так, что мы все время идем вперед, и даже если у нас нет золота чемпионата России, то я точно уверен, что мы растем, мы стараемся сделать лучшее, и может быть, когда-то это будет, может быть, это не будет, но наша дорога, я уверен, что она правильная. То есть мы стараемся улучшить, не обижаемся, не расстаемся, не уходим, понимаешь, мы боремся за то, что нам нравится делать, нам нравится фигурное катание, мы кайфуем от этого. И медали, и все остальное, это очень круто, это ради этого. Но еще очень важно, что есть кайф, есть удовольствие, когда ты стоишь, когда после программы ты катал, и люди встают, вот это удовольствие. Ты получаешь гораздо больше в тот момент, когда люди встают, чем когда тебе вешают медальку, вот честно скажу, так я чувствую. То есть мне важно вот это общение с людьми, с залом, с их отдачей, то есть я заряжаюсь от этого, я кайфую от этого, я получаю от этого удовольствие. Я всегда говорю спасибо всем, спасибо огромное, что вы так поддерживаете, это колоссально важно, это невозможно как важно для меня. Я от этого, ну, это мой двигатель, это мой бензин, это мой двигатель, для меня это так. Слушай, немножечко от себя добавлю, да, вот к дополнению к первой части вопроса. Вот как думаешь, что нужно привнести в ваше катание, в вашу пару, для того, чтобы достигать вот этих самых высоких результатов? Во что она должна трансформироваться, чтобы было золото? Я думаю, что может быть, я не могу, я честно тяжело анализирую свое катание, потому что, если честно мне, наверное, у каждого фигуриста так, мне очень много не нравится, я все время думаю, ну, надо вот это исправить, это, и я думаю, что немножко не хватает какой-то... Блин, я даже, вот честно, я не могу конкретно выделить, то есть для меня это такой вопрос, знаешь, Ну, то есть мне, как фигуристу, как профессиональному спортсмену, мне не нравится очень много, понимаешь, в том, что я делаю конкретно, там, какие-то у меня движения. И вот сейчас мы давно не выступали, я уже забыл, что вообще там что-то такое. Наверное, не хватает немножко чистоты именно, и мне не хватает, наверное, самое главное, что мне не хватает, это воздуха. Вот воздуха в программе, то есть это плавности, движений, и мне хочется от этого, мне хочется этого больше от себя. Слушай, ты так говоришь, я просто, как будто, знаешь, хочется тебе помочь, с таким бы одушевением, ну, нет, все получится, Ванечка, все будет, и воздух, и все появится. Да нет, я знаю, что все получится, просто такое, ты задавал вопрос, я пытаюсь на него ответить, что для меня самое, что мне не нравится. Вот мне, наверное, не хватает воздуха, вот именно внутри, внутри не программы, а внутри какой-то позиции, понимаешь, мне хочется чуть-чуть плавнее, чуть-чуть как-то допивать, не хватает вот этого вот, то есть есть скорость, есть все, но нету вот этой плавности движения, то есть иногда дергано, и это мне не нравится. Вай, очень много вопросов было твоих фанатов, ты даже не можешь себе представить, как много людей написало спасибо большое за этот эфир. Ну, то есть, да, да, какое-то безумное количество людей, мне кажется, это очень приятно. Одним из вопросов фанатов был, звучал так, какой Иван без улыбки? Действительно, вот увидеть грусть у тебя на лице, ну, удается, мне кажется, очень редко. Вот что должно случиться, чтобы ты по-настоящему расстроился или даже, не знаю, разозлился? Вспомнишь хотя бы какую-то историю, момент из жизни? Нет, ты знаешь, мне кажется, это бывает с каждым, просто я такой человек, что я как бы, ну, не знаю, я не очень могу долго обижаться, я не очень могу долго злиться, то есть для меня это, я не конфликтный человек, то есть мне легче уйти или там как-то, я могу накричать, могу наорать, но это у меня очень быстро проходит, и я чувствую себя как-то немножко виноватым, и знаешь, то есть я не такой человек, который, мне легче с улыбкой, то есть грущу я, я бывает грущу, и, ну, это бывает очень быстро, то есть я погрустил, на следующий день уже вроде неплохо, знаешь, уже как-то и... Не так, да, все грустно вокруг уже, я не знаю, бывает такое, что не хочется, да, а лучше вот на позитиве, лучше с таким, знаешь, с настроем вверх, чем все время вниз. Ну, я согласна, но мне кажется, что это, конечно, удел сильных людей, уметь по жизни двигаться с улыбкой, потому что гораздо проще, конечно, да, оградиться ото всех, сидеть в каком-то своем внутреннем, не знаю, вот в этом состоянии, и говорить, отстаньте от меня, давайте работать, но как это получится, я не знаю, да, как будет, так и будет, я ничего не могу с собой поделать. Еще одним интересным, на мой взгляд, вопросом от фанатов вашей пары было то, что, да, ни для кого, наверное, не секрет, что именно в вашем виде судейство не всегда объективно. Ты согласен? Давайте начнем с этим. Ты согласен с этим или нет? Нет, ну, я считаю, что тут у каждого есть, я отвечу так, что я, в принципе, нейтрален к этому, потому что для меня, вот мне кто-то нравится, да, мне нравится то, как катается, а другому человеку это не нравится, другому нравится другой спортсмен. И тут так же, понимаешь, технической части тут уже немножко сложнее быть, ну, приверженцем того, что нравится, не нравится, потому что есть правила, в котором надо выполнять элементы, если ты сделал, ты сделал, и это все на камеру снимается. А в плане эмоций, катания и девятка этих судей, она, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Это их выбор, это, ну, это их право, они и так и должны судить, потому что если... Прости, пожалуйста, Ванечка, я тебя перебью, но неужели в таком уже, да, взрослом, когда ты смотришь взрослые выступления взрослых спортсменов, люди, судьи отталкиваются от того, что им нравится или не нравится? Ну, неужели? Вот в спортивных парах так никогда не судят. Нет, ну, подожди, мне кажется, что это логично, что все равно ты сначала заглядываешь внутрь себя и думаешь, ну, как, вот мне нравится, как он сделал это или не нравится? Какой бы уровень у пары не был, понимаешь, если у них какая-то, ну, не знаю, там, программа не та или что-то, какой-то элемент, который не заходит человеку, почему он должен ставить, если это ему не нравится, понимаешь? Ну, это реально так, то есть это у каждого свой, как бы, взгляд на вещи. Кому-то нравятся пистолетики, кому-то нет, кому-то, я не знаю, нравится эта поддержка, а кому-то нет. И это, в принципе, да, есть определенный, как бы, свод правил, по которому они действуют. Но, например, тому, кто не нравится, он поставит плюс, там, три, на которые ты накатал, понимаешь? Но не плюс пять, потому что ему это не нравится. Для него это слишком как-то. То есть профессиональный какой бы, ну, по мне это так, потому что, ну, если не чувствовать себя, то как можно судить? Вот тебя захватывают, у тебя мурашки, а ты такой, ну, нет, это пара, ну, как бы, она невысокого уровня, блин. И что, ставить их ниже, это тоже нечестно, понимаешь? А когда у тебя от самой топовой пары, но нет ничего, ты что, должен ставить их выше, это неправильно. И здесь такая же ситуация, ты должен чувствовать, нравится тебе или нет. Когда нравится всем, тогда ты выигрываешь. Мне кажется, это так работает. Разложил по фактам вообще, вот, просто вопросов... Замечательно. Но, тем не менее, продолжение вопроса непосредственно, да, от людей. Вот складывалось или складывается у вас с Сашей, там, заведомо до начала соревнований, понимание того, что судейство объективным не будет? И можешь ли ты привести примеры, да, основываясь на этом вопросе, такой необъективности в вашу сторону? Ну, давай же. Нет, ну, я могу сказать по твизлам, потому что мы, когда только их придумали, мы столкнулись с такой, как бы, проблемой, что кто-то был за то, чтобы мы их делали, понимаешь? А кто-то ставил нам первые уровни, и вот как бы мы ни пытались, как бы, да, было по правилам, понимаешь? Но некоторые люди говорили, что это что-то новое, это хотя бы, ну, дайте им что-то сделать, а то так получается. Мы приезжаем, делаем, и нам первые уровни, мы берем и убираем, понимаешь? Мы убираем это. То есть такого развития нет. То есть есть какой-то, наверное, грань того, что... Хотя по правилам мы исправили, и все равно человек смотрит по-другому, понимаешь? И думает, что мы не исправили. А мы делаем, мы показываем. Мы же все, что угодно исправляли на то ребро, и на это ребро, и садились, и не садились. И в итоге, как бы, видишь, мы решили, что бороться за этот элемент в основную, как бы, строку элементов. Ну да. Мы убрали его оттуда, и решили, что лучше Твизлы сделать старые, и этот элемент оставить как Хорио, понимаешь? Потому что его оценивают гораздо более как Хорио, чем как обычные Твизлы. Ну, в общем, судьи убивают просто весь порыв. Ну, в тот момент, честно, в тот момент, мне казалось, что так и происходило. Что вот кто-то говорил, что да, это прикольно, это надо вот над этим поработать, сделать это все по правилам, и ты можешь это делать. А кто-то просто вообще ничего не говорил, ставил первый уровень, нас убирали, и как бы... Слушай, а... Ты такой, ну, я же хочу что-то новое. А тебе говорят, ну, не хочется что-то новое, вот делай по-старому. Ну, окей. Как бы тут надо подстраиваться. А подожди, вы же, наверное, уже, ну, эти Твизлы были готовы еще к, наверное, контрольным прокатам, да? Только изначально, когда вы их внедрили. Или они как-то по ходу сезона вставлялись? Нет, нет, они были готовы, мы их сделали, нам сказали ошибки, мы исправили, и на стартах уже началась вот такая вот, понимаешь, очень странная ситуация. Старт был, мы четвертого получали, следующий старт первого, и вот, знаешь, следующий старт первого, а потом опять четвертого. Ну, то есть очень тяжелые были времена, когда мы пытались внедрить их в основной, как бы, список элементов, так что... Но выглядит, я не знаю, Вань, выглядит суперсложно и суперэффектно, вот я честно могу сказать. Это здорово, это здорово, потому что мне нравятся эти Твизлы. Для меня это один из самых легких элементов. Серьезно? Да, я могу там отдохнуть, честное слово. Обалдеть, я не знаю. Я, кстати, хотела спросить, сложно ли это исполнять, потому что я не представляю, вот, парников крутящих такие. На самом деле это очень, для меня это очень легкий элемент. Я прям, я кайфую, когда его делаю, и не чувствую какой-то натуги или усталости. Ну, круто. Надо было сказать, нет, ну, конечно, это очень сложный элемент, и мы над ним долго работали. Ну, на самом деле так и было, что когда мы изучали, мы долго изучали, но сейчас это уже настолько как-то легко. А кому, кстати, вообще пришла идея вот этих Твизлов, вот положение пистолетик? Я, честно, не помню. По-моему, Ирина Владимировна сказала, Ваня, попробуй вот так в пистолетике повращайся. Я повращался, у меня получилось, она сказала, ну, неплохо. А Саша такая стояла, такой, что серьезно, типа, и поехала и сделала с первого раза. Ну, конечно, потом у нее были проблемы небольшие, но в итоге мы, не знаю, раз с четвертого уже начали крутиться параллельно, и все. Это, знаешь, отсылка к Саше, она так стояла, чего, как, я свои вообще длинные красивые ноги. Да, вот это согнусь-то, зачем это надо? Согнусь, должна вообще собрать. Но если она меня слышит, Сань, в твоем исполнении это выглядит шикарно, просто шикарно. В твоем, Вань, тоже. Да, ну ладно. Нет, правда, честно, это, ну правда, очень эффектный элемент. Спасибо. Подсмотрела в одном из ваших интервью, что якобы Наталья Бестемьянова знает, как обыграть французов. Пару попаданий с сырой. Ну, как? В нашем интервью? Да, да. Мы это дали. Для Эммы Гадживы она вам задала вопрос, она сказала, что есть такая история, якобы. Я серьезно? Она знает, да. Нет, если честно, я честно скажу, я не знаю, я не помню, то есть, что мы такое сказали, потому что... Нет, это она сказала, она, задавая вам вопрос, она сказала, Наталья Бестемьянова заявила о том, что она знает, как обыграть французов и расскажет об этом только паре Степанову Букину. Тогда это... Видимо... Тогда это секрет, но как, если только... Ты уже сдал себя, ты уже спалился, поэтому... Нет, ну, если честно, я не помню, это, видимо... Когда это было? Ой, Ваня, вот это не подскажу. Ну, хорошо, не было... Ну, видимо, это было давно, и я, честно, уже не помню, потому что мы много где работали, ну, то есть, много с кем работали, и всех секретов не запомнишь, так что... Ну, хорошо, давай без секрета. Я позвоню, не узнаю еще раз. Обязательно, обязательно, обязательно. Нет, ну, а сам, вот сам, как считаешь, вот что нужно, чтобы обыграть французов? Опять, конечно, мы возвращаемся к этой теме, да, вечной. Понятно, что уже надоело. Я скажу так, что вот для меня первая, наверное, пятерка в мире, это те пары, которые могут вот и быть и вверху, и внизу, и, то есть, это те люди, которые могут соревноваться друг с другом на равных. И, да, у французов отличные программы, они суперски двигаются, но и у них есть какие-то свои минусы, у кого-то есть плюсы. То есть, для меня это, я не могу поставить так, что вот есть они, да, это мое мнение, то есть, есть они и есть все остальные. Для меня это такое, как бы, вообще, по идее, для меня это должно быть как тусовка, то есть, все должны быть на разных стартах по-разному, и, мне кажется, это было бы, это было бы круто и интересно. Гораздо интереснее, чем после короткого отрывать на 10 баллов от всех, и тут уже пропадает такая, как бы... Вот, понимаешь, это, опять же, отсылка к необъективности судейства. Ну, это необъективно, там, например, для меня. Ну, вот для меня, это так, для меня бы было неинтересно, понимаешь? И потому что те пары, которые имеют пятерку, понимаешь, вот эти вот пять лучших пар в мире, ну, они все хорошо катаются, они все профессионалы своего дела, и, мне кажется, гораздо интереснее давать вот этому настоящий ход, чем как-то, там, придерживать или что-то там ставить лучше, чем другие, потому что для меня, например, ну, поддержки у Пападаки Сезерон могли бы быть интереснее. Для меня, я не скажу, что они неинтересны. То есть, для меня это для лучших, для топ, мне кажется, это могло бы быть лучше. Но, чтобы это как-то сказать, что мне не нравится, нет, мне нравится целиком их программа, они проходят всегда. Вот, очень крутая, кстати, у них, я не знаю, это талант или это какой-то... Они умеют скрыть элементы, они... Ты никогда не знаешь, когда у них начнется дорожка или блок. Они вот так вплетают это в программу, что за это, я не знаю, можно сделать поклон. Это очень круто. Потому что большинство спортсменов все-таки, ну, как... Ну, готовят. Они, нет, они уже лицом даже думают, блин, сейчас так сложно будет, ребята, готовьтесь, сейчас экстра элемент. Но в этом, наверное, и заключается суперпрофессионализм, когда ты умеешь вот так вот взять и проехать программу, когда все такие, а где элементы? А, вот это элемент. Вот это... Для меня это очень круто. Для меня это вот суперпрофессионализм. Ну, я не знаю, может быть, наверное, тебе со стороны профессионала, да, человека, который каждый день выходит на лёд с пониманием того, что могло быть лучше, да, что, в принципе, в чём, в принципе, преуспели. Это заметно, но вот мне, допустим, не видно, как вы готовитесь к элементам. То есть вот у меня тоже... Сейчас будет сложно. Да нет, я просто, ну, я понял, о чём ты говоришь, но понятно, мы пытаемся, мы работаем над этим, но есть некоторые элементы, я не буду их называть, чтобы вы не смотрели, которые я знаю, к которым я готовлюсь, иногда к которым сами готовятся. Но мы работаем как раз над тем, чтобы элементы были так вплетены в программу, чтобы в самом элементе, например, в долгой дорожке, чтобы это не выглядело как работа. В этом, это, знаешь, кажется, что это так вроде бы мелко, чтобы сделать там лицом или, знаешь, отыграть рукой, провести её, когда ты делаешь скобу. А на самом деле, даже для профессионалов это иногда, ну, тяжело сделать так, чтобы это реально выглядело всё гармонично и красиво. Так что это, эти мелочи, они нарабатываются и, ну, они, чаще всего они приходят с опытом, с постоянным, с каким-то, вот, знаешь, просмотром себя, с поиском ошибок, с поиском сделать что-то чуть лучше, чем у тебя есть, даже что-то очень хорошее, оно всегда может стать немного лучше и уже будет отлично, понимаешь? А когда будет вообще перфект, тогда ты и сам, ну, и люди, понимаешь, ты, когда выходишь на старт, вот это первый старт, когда ты показываешь свою программу, очень, очень ответственный, потому что хочется сразу, ну, знаешь, как предъявить, чем ты занимался эти полгода, когда тебя не видели. И для меня это всегда волнительное такое переживательное состояние, вот, первого старта, как раз возвращаясь к этим мелочам, вот, ты столько в голове пытаешься переварить, чтобы всё запомнить, чтобы вот взять и в один прокат ничего не забыть. Так, там руки, там нога, так, блок, там элементы, надо же не забыть, что это ещё и технически надо выполнять всё правильно. Ой, что-то я заговорился, и куда-то... Вань, ну, говори, пожалуйста, это чей эфир? Именно твой, посвящённый тебе там, я читаю комментарии, походу, тому, как ты говоришь, там, по-моему, начались какие-то уже баталии, да, студии, да, они додвигают, и тесты тоже, стойки, додвигают. Спасибо вам, дорогие зрители, что вы так боретесь. Ну, честно, да, вот между нами, между нами говоря, и вот ещё с 123 людьми, я, скажем так, чувствовалось, чувствовалось, были такие моменты, когда, ну, можно было и побольше, можно было и повыше. Ну, я, как спортсмен, я скажу, что мне надо думать совершенно о другом, а не об этом. Как бы, условно, конечно. И ты, наверное, это знаешь, что это лучше, знаешь, вот лучше это отсеять, чем над этим думать, потому что иногда ты расстраиваешься, вот, а этого делать нельзя. Это категорически нельзя делать, потому что для того, чтобы расти, ты должен внутри быть уверенным, что у тебя всё получится. Ну, Ваня, звучит просто, звучит как девиз, не знаю, вашей пары. Очень круто, очень, да. Ваня, всё-таки, вот, переходим уже к заключительным вопросам и потом к вопросам от зрителей. Всё-таки, тему поцелуя в коротком танце, да, но не раскрыто. Ну, почему? Ну, вот, скажи мне, пожалуйста. По-моему, мы уже раз шесть. Я знаю, но в моём эфире это тоже должно прозвучать, потому что ты не можешь себе представить, сколько людей написали, спросили. Что это? Любовь? Отношения? Или просто профессионалы? Профессиональная актёрская игра? Вот что это? Давай. Я, знаешь, я рад, что люди спрашивают это, потому что, вот, вернусь к своему папе, он сказал, что, знаешь, когда люди верят в то, что ты реально показываешь любовь, реально ты можешь преподнести своей партнёрше, и она может так ответить тебе на твои какие-то чувства в программе, что это на капельку может превратиться в настоящее для людей, это крутая победа. И, честно, мы рады, что многие спрашивают, но в очередной раз я отвечу. Я уже, можно сказать, как правильно, замуж, не замуж, женил. Женат. Женат, да. Вот. У Саши своя жизнь. Так что у нас это профессиональная актёрская игра, которую мы отрабатываем, чтобы это выглядело как настоящая. Ваня отрабатывает на льду. Ну нет, ну я имею в виду, что не только поцелуй. Ты что, почему поцелуй-то? Вообще, каждое твое ощущение к партнёрше на льду, оно должно быть настоящим, потому что ты должен это показать. Вне льда. У нас совершенно разные жизни, и у каждого своя. Это мы не раз обсуждали и говорили, и в очередной раз я повторю, что у нас с Сашей очень близкие, дружеские, братские, сестёрские, естественские, как там правильно, отношения. Но у меня есть своя жизнь, и у неё своя. Ну это всё, ребят. Мы подвели черту под этим вопросом. Больше его не задаём, ничего не спрашиваю. Просто вот люди, профессиональные, прекрасные актёры. Люди пишут, вот это новости, когда свадьба. Действительно, ты так обомнился об этом? Я без пяти минут жених? Да нет, но я имел в виду, что у нас с Алёной уже такие долгие отношения, что я уже считаю её женой. Но на самом деле для меня гораздо важнее внутренние чувства и внутреннее отношение к человеку, то есть любовь, чем какой-то штамп в паспорте. Вот, для меня это важно вот так. Я гораздо более, то есть знаешь, для меня показать человеку, что я её люблю со штампом и без, то есть без для меня это гораздо сильнее. Для меня это вот настоящая любовь, когда ты не привязываешься к каким-то конкретным вещам, а ты, у нас уже почти девять лет мы вместе, так что, мне кажется, это самый драгоценный показатель того, что у нас всё серьёзно. Безусловно, но будем дать фоточек со свадьбы и с негерпением. Хорошо, отлично. Вон там уже... Да, тут уже просто, тут уже, мне кажется, зрители рыдают. Ой, как счастливы ты, господи, за них, да, сынок. Это Алёна, там смеётся от счастья. Алёна! Алёна, здравствуйте. Вася, заключительным моим вопросом будет, есть ли жизнь после спорта? И если да, то какой ты её видишь? Вот для себя. Ну, я, если честно, для меня, ну, как бы, как это ни странно, наверное, я бы не хотел быть тренером. Вот честно, я вот так вот сейчас, не знаю, как сложится моя судьба, но на данном этапе моей жизни я бы не хотел быть тренером. Я, наверное, ближе к шоу, к такой вот контакту с зрителем, чем вот в сложной работе. Потому что быть тренером, и для меня, мне кажется, это вообще какая-то работа. Иногда благодарна, а иногда неблагодарна. Вот. И это очень сложная и ответственная деятельность, которую я бы не хотел. А после спорта, наверное, у меня есть, ну, я не знаю, примеры, да, вот, папа у меня, например, он всю жизнь в спорте. Ну, то есть, как всю жизнь, он всю жизнь на льду, он выбрал такой путь. Но я, я, наверное, нет, я ближе к какому-то, я, может, в актеры пошёл бы, или туда, но сейчас я об этом не могу думать, потому что есть одна прямая дорога, по которой я иду. По которой, да, очень-очень. Мне кажется, что есть 100% жизнь, есть, каждый выбирает её для себя, и так, как он хочет. То есть, конечно, вот этот вот багаж, с которым ты идёшь, в конце он очень велик, и ты обязан как бы и благодарить, а может, и нет, его, этот багаж, он всегда с тобой останется, все будут знать, кто ты был. Но если ты станешь кем-то в иной профессии, мне кажется, это огромный поклон и уважение к этому человеку, который смог после спорта ещё сделать какую-нибудь карьеру в другом, в бизнесе, я не знаю, может, в мини-клубе. Ну да, реализовать себя в другой сфере совершенно. Макс, вот, например, вот он поёт песни, ну, занимается, как это, про рэп, я не знаю, да. Ваня говорит про Макса Копкина, да? Да, да, да. Ну, то есть, для нас, ну, для спортсменов это реально уважение. Он молодец, что он, ну, не остановился на этом, он куда-то ещё в другое место пытается, пытается сделать что-то то, что ему нравится. Ваня, ну, слушай, мне кажется, актёрское поприще ждёт тебя после. Я надеюсь, надеюсь. Это, на самом деле, открытие для меня сейчас, я никогда не думала, ну, и никогда не сталкивался с спортсменами, которые видят себя, понимаешь, кино. Я не могу сказать, что я прям вижу, но я бы хотел бы попробовать, понимаешь? Может, я вообще бездавный актёр, понимаешь? Неправда. Ваня, тема поцелуя в коротком танце уже раскрыта. А, ну, то есть, моя роль будет поцелуя, я со всеми буду только поцелуи устраивать. Ты будешь просто в конце выбегать, да, и вот так. Да. Я жучу. В любом случае, я шучу, я вообще считаю, что талантливый человек, он, в принципе, талантлив во всём, поэтому просто дай бог. Вопросы от фанатов, которые показались мне наиболее интересными и необычными. Вот один из них. Расскажи, как ты учил фигуриста Дмитрия Алиева вальсу в Граце? Ну, это, на самом деле, это не очень длинная история. Ну, просто мы ехали, ну, нас везли на трамвае куда-то, ну, серьезно, ну, в какой-то там, подожди, да, на трамвае, вот. И перед этим мы ждали этот трамвай очень долго, и все как бы не знали, что будет на банкете. И вдруг кто-то сказал, что надо будет танцевать вальс. Так. И Дима такой говорит, блин, а я что-то как-то забыл, что это такое вальс. Ну-ка напомню. И вот мы рядом с остановкой трамвая пытались танцевать. Я его учил как, ну, как бы не учил, а напоминал, как это делается. Ну, было весело. Ты не превзошел своего учителя. Было весело. Прекрасно, прекрасно. Как Ваня с Сашей настраиваются на выступление? Может быть, есть какие-то талисманы, традиции, вот что-нибудь такое? Ты знаешь, вот так, чтобы мы как-то, ну, вот прям что-то определенное делали перед каждым стаффом, нет, но ты знаешь, у нас так, мы как-то чувствуем друг друга перед соревнованиями. И знаешь, когда кто-то чуть сильнее нервничает, просто мы подходим, знаешь, тот, кто менее нервничает, просто говорит, ну, обнимает, и все. И знаешь, как-то становится спокойно. Спокойно мы делим между друг другом вот эту вот эмоцию такую, которая адреналина. Вот это, наверное, самое такое, просто взять за руку, знаешь, чуть сжал, сказал, все, давай, как умеем. И поехали. Ну и заключительный вопрос, когда пришло к тебе осознание того, что Саша – это навсегда? Вот понимай, как хочешь этот вопрос, но мне захотелось... Знаешь, это хороший вопрос, потому что я думаю, что очень-очень давно, то есть это мы уже 14, а может даже уже 15 год вместе катаемся, и ты знаешь, когда мы вышли в юниоры, и когда у нас потихонечку начало все получаться, я в принципе понял, что я не хочу менять, не хочу проходить какой-то другой путь, то есть я уверен, что этот путь правильный, уже тогда я был уверен, и мы... Ты знаешь, она близкий человек мне по духу, то есть мы находим с ней общий язык. Бывает и, конечно, что и есть, как и в каждой паре, там, и друзья ругаются, и все, вот, и у нас тоже такое бывает, но я думаю, что это было давно, это было, наверное, лет так 10 назад, когда я точно понял, что Саша – это навсегда, и... Только оставалось ждать, как она это воспримет. Ну, то есть, хочет ли она победить меня, но как показало времени, да, она тоже как бы уверена во мне, я уверен в ней, и для меня это, мне кажется, отличная, вот эта отличная жизнь в спорте, когда ты доверяешь человеку, когда ты уважаешь человека, и когда у вас в паре реально хорошие дружеские отношения, когда вы идете в одно направление с одной целью, понимаешь, это очень важно найти такого человека, потому что бывают какие-то разногласия, бывает, главное, что мы умеем выходить из них правильно и без обид и без оскорблений. Валя, ну, я единственное, конечно, что могу пожелать – это успехов, безусловно, вашей паре, потому что, скажу честно, я являюсь фанатом и смотрю, слежу за вами на соревнованиях, и действительно, вот когда пара гармонично смотрится, когда, да, ребята ладненькие, интересные, на них хочется смотреть снова и снова, поэтому первое, что хочу сказать – спасибо тебе большое за этот эфир, и второе – успехов, успехов в следующем сезоне и в последующем, просто хочется, чтобы все у вас получилось и все было так, как и задумано вами. Лин, спасибо огромное, вообще, было реально весело, я, и пару моментов, было и тяжело, и весело, спасибо тебе огромное, что ты пригласил, потому что я уже соскучился так, мы раньше на карантине, знаешь, уже привыкли общаться, там, что-то… Сейчас я такой даже немножко нервничал, если честно, за минуту такой подключаюсь, знаешь, и вот жду, когда ты примешь, и такой думаю, ну, все, Ваня, давай. Нет, на самом деле, спасибо тебе огромное, было здорово, весело, мне было приятно с тобой пообщаться. Взаимно, взаимно, Ванечка. Я рад, что я тебя увидел, так что, да, продолжай, не останавливайся, это очень интересный контент, и ты находишь очень интересные вопросы, потому что я задумался уже, ну, много раз задумался за наш эфир, как правильно отвечать, потому что я сам не знаю, и это очень здорово. Спасибо тебе большое, я обнял, там очень кто-то требует, чтобы я сказал, всех обнял, приподнял, так вот я всех обнял и приподнял. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Все, Ванечка, да, тебе спасибо. Давай, на связи, увидимся. Все. Несколько приду, буду. Да, о, будем ждать. Все, Алиночка, давай. Пока-пока, я отключаюсь. Ребята, всем большое спасибо за просмотр этого эфира, я думаю, что получилось суперинтересно, круто и весело, ну, не знаю. Смотрела очень много людей, безумно это радует, я обязательно его еще раз сохраню в IGTV для того, чтобы вы смогли, может быть, пересмотреть, может быть, кто-то не успел. Спасибо огромное. Все, до новых встреч. Спасибо.